Невнимательность водителей и несоблюдение безопасной дистанции стало причиной ДТП со смертельным исходом. Водитель УАЗа не заметил, что впереди едет грузовик. С подробностями Виталий Абрамов. ДТП произошло на 31-м километре Покровского тракта, не доезжая границы с Хангаласским улусом. УАЗ Буханка, следовавший в сторону Якутска, двигался со скоростью около 100 км в час. И, со слов водителя, просто не заметил впереди ехавший самосвал ФАВ, у которого скорость была примерно 40 км в час. В результате сильнейшего удара передняя часть микроавтобуса была смята настолько, что зажало водителя и пассажира на переднем сидении. Потребовалась помощь спасателей. Деблокирование пострадавших не было необходимости, но спасателями дежурной смены были приняты все необходимые меры безопасности, в том числе отсидения аккумулятора, проверка окружающей обстановки. В общей сложности пострадало 7 человек. К сожалению, 32-летняя женщина, сидевшая в момент ДТП впереди, вскоре от полученных травм скончалась в реанимационном отделении. Как позже выяснилось, виновник месяц назад уже попадался в сводки ГИБДД. Месяц назад он был задержан сотрудниками госавтоинспекции в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него был составлен материал по части 1 статьи 12.8 Кодекса административного правонарушения. В настоящее время материал находится на рассмотрении в суде. А водитель большегруза вообще не имел права садиться за роль, так как у него отсутствуют права российского образца. Сегодня с утра вы со скакки катаетесь, выехали на работу. Утром во сколько поехал? Первый рейс когда сделал? Первый рейс на 8 часов. Кроме того, на грузовике не установлен тахограф, предрейсовый осмотр автомобиля и водителя не проводился. На хозяйку автомашины и индивидуального предпринимателя составлен административный материал по статье 12.32 Кодекса административного правонарушения за допуск управления лица, не имеющего российского водительского удостоверения. За что административным законодательством предусмотрено наложение штрафа в размере 50 тысяч рублей. Вот так безалаберность трех людей привела к очередной трагедии. Госавтоинспекция в очередной раз напоминает водителям соблюдать безопасность, скоростной режим и дистанцию в условиях тумана и ограничение видимости на дороге из-за выхлопных газов. Виталий Абрамов, Андрей Асикритов, НВК Саха, Якутск.